Депутаты городской думы собрались сегодня на заседание, но нас, помимо важных вопросов, там обсуждавшихся, интересовало уголовное дело, возбужденное в отношении предприятия Нижегородец. Нижегородец, по данным СМИ, предприятие подконтрольное Алексею Гойхману. Он его создавал, а сейчас им руководят его родственники. Депутат Алексей Гойхман входил в группу Олега Сорокина и долгие годы контролировал всю транспортную сферу Нижнего Новгорода. Эксперты называют Гойхманов неприкасаемыми, но вдруг возбуждены сразу два уголовных дела в отношении Нижегородца по подозрению в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью ТП Нижегородец заключило ряд договоров со строительной фирмой, в том числе на выполнение работ по реконструкции и модернизации объектов недвижимости в городе Нижний Новгород. Несмотря на то, что работы по реконструкции выполнены не были, руководством организации были подписаны хозяйственные документы, свидетельствующие об их выполнении. А фиктивные расходы, якобы понесенные по взаимоотношениям со строительной организацией, незаконно включены в налоговую декларацию. Сумма ущерба, по версии следствия, около миллиарда рублей. Удивительно, но большинство депутатов городской думы, причем включая самого Алексея Липовича Гойхмана, не в курсе этого громкого дела. — Первый раз слышу об этом. — Не слышали? Просто серьезное дело по налогам. — Не знаю, первый раз слышу. Я даже не слежу за этими новостями. Я не могу дать никаких пояснений. — Вообще ничего про уголовное дело не слышите? — Нет. — Как я понял, что Алексей Липович уже давно не имеет отношения к этому, а надо спрашивать, я так думаю, что и руководство нового там нижегородца. — Я с 2008 года не являюсь руководителем ТП «Нижегородец». И с 2011 года, с 1 ноября, не являюсь учредителем ТП «Нижегородец». Поэтому, как там дела, наверное, надо спросить у учредителей и у руководителей. Когда я уходил из учредителей, учредителем из Гойхмана был только мой брат. Что произошло позже, я не знаю. Я с ним не разговаривал на эту тему, если честно. — То есть они вам не говорили, было ли там сокрытие от уплаты налогов или не было? — Вы знаете, когда я встречаюсь со своим братом, нам есть о чем поговорить. — То есть как дела в компании «Нижегородец»? — Нет, мы не обсуждаем эту тему. Кстати, как сообщается, директора нижегородца уже допросили по делу о неуплате налогов. По данным информагентства, в ходе допроса директор организации подтвердил, что подписи на эффективных договорах принадлежат ему. Но больше ничего говорить не стал и воспользовался статьей 51-й Конституции, разрешающей не свидетельствовать против себя и своих близких. Продолжение следует...